Всем привет! С вами я Татьяна Шадрина. Вы у меня на канале Время Шить. Сегодня время вдохновения. Мы с вами сегодня полистаем свежий выпуск журнала Отобры. С другой стороны, не очень-то он и свежий. Посмотрите, это весна-лето 2022 года. Журнал должен был выйти в марте месяце, мы его ждали. Но в связи с политическими событиями в стране этот журнал не вышел вовремя. Но журнал не вышел вовремя и пришел к нам только осенью. И знаете, что мое личное мнение, посмотрев этот журнал... Ну, конечно, я видела превью технические рисунки уже полгода назад. Но за эти полгода настолько появилось много новых моделей в журнале Я Шью. У меня вот полное ощущение сложилось, что журнал Я Шью заменил вот этот журнал Отобры. Если раньше мы шили очень много моделей по Отобры, то сейчас просто вот этой жажды в новых моделях, в новых выкроеках из Отобры уже ее нет, этой жажды. Но, тем не менее, знаете, вот полистав этот выпуск, я все равно с нежностью, с любовью к нему отношусь. Потому что все-таки хороший этот журнал. Все-таки выкройки, хоть они здесь и базовые, но, скажем, они ценны тем, что составляют основу гардероба нашего. Мне захотелось несколько моделей сшить из этого номера. Давайте вместе уже листать этот журнал, смотреть. Сначала, как всегда, начнем с технических рисунков. Смотрим технические рисунки. Мы видим здесь костюмчик, блузка, брюки, платье. Вот, посмотрите, комбинезон, еще брюки, рубашка. Таблицу размерных признаков. Здесь на ростовку предлагается 168 плюс-минус 4 сантиметра. Смотрим, российский размер 50, здесь это 44. То есть нужно прибавить к размеру по отобре 6. Давайте посмотрим для размеров плюс. Мы видим, что размер 116 это размер 58, здесь это размер 50. То есть нужно к размеру отобре прибавить 8. Получим наш российский размер плюс-сайз. На первом развороте, конечно, это было лето, журнал планировался летний, на первом развороте мы видим летний костюм. Брюки, брюки прямого кроя, зауженные, с карманами в бачках подрезными. И топ, топ с квадратным вырезом горловины, что модно было в этом сезоне. С достаточно пышными рукавчиками. Кстати, здесь вот на техническом рисунке их не показали. Вот они, пышные рукавчики. И видим, что запах по спинке, получается, что костюм плотно сидящий на фигуре. Я думаю, что технический рисунок нет смысла смотреть, потому что все понятно по самому, по фотографии. Запах со спинки переходит на перед, завязывается впереди вот на такой бант. На этом развороте мы видим курточку. Здесь ее выполняют из хлопковой ткани. Что мы видим? Во-первых, она из контрастных тканей. Похожа на леон, льняную ткань. Видим, что спущенное плечо, широкий рукав. Присобран рукав вот здесь по линии плеча, присобран по линии низа на манжет. И кроме того, мы видим, что по спинке тоже идут вот такие складки заложенные, широкие, глубокие. То есть такой объемный получается жакет. Впереди застежка на молнию, накладные карманы. Обратите внимание, карманы начинаются от линии груди и заканчиваются чуть ниже талии. Вот такой интересный жакет. Ну, кстати, если у вас в гардеробе были до сих пор обычные жакеты, типичные, скажем, то, может быть, стоит и сшить такой жакет необычный, объемный. Смотрим технический рисунок. Не проговорила еще, что есть капюшон. И вот форма кармана такая фигурная, интересная. Не прямоугольник и не ромб, а вот прям фигурная. На этом развороте комбинезон. Конечно, комбинезон всегда можно разделить на две части. Кто не любит носить комбинезоны, а кто любит, тот шьет целиком полностью эту модель. Широкие прямые брюки с накладными карманами. Вверх выглядит, как будто рубашка. Отложной воротничок на стойке. Накладные карманы. Рукава вточные. Рукава сидят на месте, чуть-чуть приспущено плечо. Есть кокетка на рукавах. Вернее, есть кокетка на этой рубашке, на лифе. Манжеты, разрез под застежку. Ну, хорошая рубашка, хороший верх, скажем, выкройка комбинезона такая классическая. В пошиве, конечно, непростой это вариант, потому что много деталей, требуется точность. Но, с другой стороны, лен в пошиве несложная ткань. Обращаем внимание, что комбинезон дан модель до 48 размера. На этом развороте нас ждет пара новых моделей. Это маечка трикотажная и парка. Парка, мне кажется, тоже достаточно такая классическая, универсальная. Назвали это повседневным пальто. Я еще присмотрелась, оно в пошиве, дано без подкладки. То есть, это немножко облегчает работу с ним. Ну, такая вот, не знаю, накидушка, пыльничек. Еще иногда говорят, всегда нужна в гардеробе, летом особенно. Универсальная модель. Посмотрите, здесь сборка на рукаве. То есть, рукав на кулиску. Капюшон есть, воротничок стойкая. Ну, хорошая, хорошая базовая модель. Ничего особенного, ничего уникального, но базовая модель. Майка, что мы видим? Вточной рукав, сидящий на месте, четко вот пройма на месте. Укороченный. То есть, даже форма рукавчика такая будет по низу. Особенно, потому что, чтобы подчеркнуть вот эту укороченность. Вырез, лодочка красивая. Кстати, форма выреза. Такую маечку мы можем сшить. Вот сейчас есть ткани из, скажем, кашкарсе или рибаны, или из лапши, например. Вот хорошая такая маечка. Смотрим технические рисунки. Вот почему-то они не рисуют. Вот здесь вот манжеты и сборки вот эти. Вот. Ага. Мне кажется, брюки те же самые, уже повторяются несколько раз. На этом развороте нас ждет платье. Я бы сказала, тоже базовый вариант. Квадратный вырез горловины, отрезное по талии. Вточной рукавчик, достаточно пышный. Внизу присобрана резинка. Юбка расклешенная. Что еще? А, есть выточки небольшие. Ну, давайте их рисунок посмотрим. Я бы тоже сказала, базовое платье. Ну, кстати, вполне можно шить такое платье и для зимы. Удлинив рукавчик, получим осеннее-зимнее платье. Эти модели, мне кажется, вот эти парочку моделей, вполне можно шить и зимой. Потому что всегда востребована будет майка ТОП. Посмотрите, как красиво она выполнена. Пройма немножко приспущена. У-образный такой вырез горловины. Не треугольный, а чуть-чуть закругленный. Ну, вот. Давно не было, кстати, таких с круглым вырезом треугольничков по низу. Брюки вообще классные. Посмотрите, брюки облегают по линии бедра. Брюки клеш. И отстрочены линии за утюжки, линии стрелки по центру переда. Вот мне захотелось повторить эти брюки из жерси. Можно даже из-за ка-кожи сделать такие брюки. Из футера можно сделать такие брюки. Повторюсь, что лично вот мне и большинству моих девочек, учениц или клиенток хорошо подходят выкройки из отобра. Видимо, на такие фигуристые фигуры, как у нас, они хорошо идут. Блузка. Что интересного, необычного в блузке здесь? Блузка шита из скрепа. Посмотрите, рукав реглан. И в верхней части, вот здесь, там, где горловина, там, где верхняя часть плеча, сборка идет. По низу рукава тоже сборка. Рукав расширен. Красиво, женственно смотрится блузка. И знаете, вот на осень, на зиму я бы, наверное, такую не стала себе шить блузку. А вот на летние дни, посмотрите, вполне можно шить такую блузу. И можно даже сделать, например, рукав короткий или три четверти. И вообще свободным пустить. Это сейчас модно. Мне нравится такая блузка. Но я бы единственное добавила, может быть, какую-то деталь. Вот здесь, по центру переда. Может быть, имитацию, там, планочку. Но чисто декоративную, вертикальную деталь, чтобы просто взгляд на чем-то вертикальном останавливался. Может быть, если бы пожестче ткань была, может быть, молнию шила, либо пуговки пустила, ряд пуговок. Пишите, кстати, как вам нравится такая блузка или нет. Мне кажется, такая блузка, кстати, еще хороша будет с сарафаном на зимнее время года. Потому что ткань здесь, предполагается, тончайшая. И особо декоративных деталей нет. А вот декоративность плечевого пояса, скажем, не будет спорить. Скажем, представьте, с лямки сарафана, например. Красиво будет. Так что можно и зимой шить такую блузку из тоненького-тоненького материала из шифона, например. Технические рисунки модели. Вот здесь, кстати, даны брюки отдельно на стандартный ряд размеров и на размеры плюс. На этом развороте несколько моделей. Что мы видим? Мы видим широкие брюки. Конечно, они были очень актуальны летом. Из тонкой вискозы. Шикарные брюки. И вот такая тонкая туника или жилет. Мне, кстати, тоже нравится. И знаете, что скажу? Мне кажется, такой жилет можно шить вполне и на холодное время года. Потому что всегда востребовано будет утеплиться. Под низ надеваем водолазку или тонкую блузку, скажем, с предыдущей страницы. И получается, утеплились на зиму. Что здесь особенного? Мне кажется, та же маечка, которую мы с вами уже видели, с таким U-образным вырезом горловины, спущенным плечом. Просто удлинили ее, оформили низ, боков в виде разрезов. И, кстати, знаете, как я бы обратила внимание на то, что как оформлена вот эта линия бокового среза. То есть стоит эту выкройку брать, потому что нет вот этой фигуристости, скажем, на линию бедра, вот этой выпуклости. А просто прямо вот идет вот эта линия. Посмотрите в модели, как это сделано. Блузка. Блузка тоже с U-образным вырезом горловины. Вот отыгрывает от Обра в этом выпуске такой вырез горловины. Слегка спущенная плечо. Или девушка так встала, мне кажется, все-таки вточной рукав. И низ рукава, посмотрите, как оформлен ряд резиночек. Или это кулиски, или это нитка-резинка простроченная. И такой удлиненный низ, как бы пышный низ рукава. Иногда называют такой рукав епископа. Мне кажется, хороший вариант подобрать тонкую струящуюся летящую ткань и хорошая получается блузка. То есть весь акцент, весь изюмчик в этой блузке именно на рукавах. А так все остальное очень просто. На этом развороте мы видим еще несколько моделей. Майку мы с вами уже видели. Шорты. Шорты, кстати, неплохой вариант. Шорты без застежки, пояс на резинке, карманы в боковых швах. И такой накладной пояс в шлевке вставили, завязали на веревочку. Бантов завязали. Но вот, кстати, смотрю сейчас на технический рисунок вообще не про эти шорты. Ни карманов нет, ни резиночки по поясу нет. Ну что делать? Тем не менее, я вам его покажу. Рубашка. Про такую рубашку говорят рубашоночка еще. Хотела сказать, что воротник просто отложной, без стойки. Нет, воротничок обычный, рубашечный, на стойке отложной воротничок. Застежка впереди на пуговице. Есть вытачки нагрудные. Рукав точной, плотно сидящий. Ну вот, судя по девушке, рубашка достаточно компактная, необъемная. Неплохой вариант такой. Рубашки, я говорю, как база для гардероба, вполне-вполне годится. Обратите внимание, какой рукав. Рукав чуть ниже локтя. Вот такая хорошая длина рукава. Потому что, если сделать вот чуть повыше, то вот будет всегда заминаться в районе локтя. А так вот, то есть представьте, был бы на пару сантиметров, даже на три сантиметра выше. Всегда бы край был такой, как зажеванный. А здесь вот чуть-чуть за локоток. Она вот сейчас, видите, приподняла руку, и видно, что он приподнялся локоть. То есть за локоток рубашечка хорошая длина. Ну что еще сказать? Рубашка, плечо на месте сидит, вытачки. Хорошая рубашка, базовая основа, базовая выкройка. Можно шить по этой выкройке платье, рубашку. Кстати, еще добавлю, что вот эти шорты, вот эти шорты, по ним можно шить брюки летние, пояс на резинке, льняные брюки, широкие, свободные. Смотрим технические рисунки, хотя, на мой взгляд, они мало что отражают, потому что здесь ни пуговиц, например, нет, ни пояса на резинке. А на этом развороте мы видим комбинезон. По выкройке рубашки с предыдущей странички добавили сюда молнию вместо застежки на пуговице, добавили брюки, и вот получили комбинезон. Вот так выглядит обратная сторона этого журнала от ТОБРЫ. Мы с вами закончили только что смотреть этот журнал. Надеюсь, вам было интересно, вы провели со мной приятное время. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как всегда, буду рада вашим комментариям. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого журнала. Делитесь своим впечатлением, сожалением о том, что журнал долго у нас не выходил. Кстати, я готовлю обзор еще пары детских журналов от ТОБРЫ. Посмотрим, полистаем то, что мы купили недавно. На этом я с вами прощаюсь. С вами была я, Татьяна Шадрина. Вы были у меня на канале «Время шить». Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok